В Дмитровском районе стало доброй традицией в канун Дня Победы проводить смотр строя песни среди школьников. В церемонии торжественного открытия мероприятий приняли участие. Глава Дмитровского района Валерий Гаврилов, который с гордостью глядя на ребят, вспомнил и свои годы службы. Я хотел бы прежде всего вас всех поблагодарить за такую активную жизненную позицию, то, что вы участвуете в смотре конкурса по настровой песне, в настровым шагом будете показывать, как вы умеете ходить. В свое время, когда я служил в вооруженных силах, я этим выделял очень серьезное внимание, был в почетном караволе. В этот день среди почетных гостей конкурса также был член правления Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» полковник Александр Антонов. Ну, во-первых, я восхищен той внутренней дисциплиной, которую вы показываете. Это очень приятно. Спасибо вам большое. Чувствуется организованность, сплоченность. И в том, что вы именно можете добиться нового в жизни, в труде и, если понадобится, в защите Родины. В конкурсе приняли участие 13 школ города и района. Соревнования проходили между пятью кадетскими классами и среди общих образовательных школ, в которых приняло участие 8 команд. Одними из первых выступили кадеты Синьковской среднеобщеобразовательной школы номер 2, отряд «Юный спасатель». Этот отряд славится своими добрыми традициями. Трижды ребята становились победителями районных смотров строя песни, а также лауреатами в номинации «Лучший командир». Далее выступили кадеты Деденевской среднеобщеобразовательной школы. Здесь важнейшим направлением является воспитание патриота, гражданина своей страны. Поэтому уже десятый год подряд в школе открывают кадетские классы. 86 кадетов обучаются по особым программам. Это военное дело, строевая подготовка и многое другое. Кадеты Синьковской школы номер 1 дорожат своими традициями, чтят законы кадетов и школы. В этом году школа выпускает первый кадетский класс. Ежегодно ребята принимают участие в параде побед в Дмитрове. Являются победителями областных и районных смотров строя песни. Кстати, в этом году Синьковские кадеты 9 мая приглашены на Красную площадь. Честно признаться, каждое выступление ребят было по-своему интересным и ярким. Но конкурс есть конкурс, и жюри вынесло свой вердикт. Итак, по итогам соревнований среди кадетов первое место завоевала Синьковская школа номер 1. На втором месте Дмитровская средняя школа номер 7. На третьем месте расположились Деденевские кадеты. Среди СОЖ победителями стали ребята из Аргачева. На втором месте расположились две команды. Каменская средняя общеобразовательная школа номер 2 и Дмитровская средняя школа номер 9. Все призеры были награждены дипломами. Призеров также ожидает экскурсионная поездка в Москву. Редактор субтитров А.Семкин